Проект масштабный. Последняя станция на первой линии Самарской подземки наконец соединит отдаленные районы города с историческим центром. Чтобы открытие театральной состоялось в срок, работы идут в круглосуточном режиме. Обустройство шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках дорог. Оно уже коснулось улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. В ближайшее время планируют закрыть еще один участок дороги на улице Новосадовая от Полевой до Первомайской. Схемы временного движения общественного транспорта уже разработаны. Довольно серьезный вент-канал будет проходить и на участке Ярмарочная Самарская. Здесь также ограничить движение, сообщили на совещании в мэрии, но не ранее будущего года. Ко временным неудобствам самарцев просят отнестись с пониманием, ведь уже в 2024 году добраться до центра города можно будет за считанные минуты. Только в первый год введение станции театральной пассажиропоток увеличится более чем на 15%. А в последующем, с учетом того, что мы откорректируем схему движения общественного транспорта, пассажиропоток увеличится порядка 50% в метрополитене. Соответственно, произойдет разгрузка уличной дорожной сети, соответственно, часть пассажиров будет более быстро, более удобно добираться в историческую часть города. Обсудили на совещании в мэрии санитарное содержание Самары. В столице региона есть локации, которые требуют генеральной уборки. В минувшие выходные глава города Елена Лапушкина осмотрела практически все районы Самары. Если к одним территориям нареканий не было, то по отдельным пространствам ответственным за них были даны поручения устранить недочеты в самые короткие сроки. Совсем скоро у нас с вами будет День города. Он у нас с вами будет 9, 10 и 11 сентября. У нас с вами накануне 1 сентября День знаний. Поэтому к этим датам мы с вами должны максимально подготовиться. Город к этому времени должен быть отмыт, очищен. Отмыт и очищены должны быть дворы и улицы не только в центре города. Отдаленным районам особое внимание. В порядок необходимо привезти газоны, бордюры, внутриквартальные дорожки, контейнерные площадки, а также остановочные павильоны. Одним словом, сделать все, чтобы свой день рождения Самару встретила уютной, теплой и ухоженной. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...